Кто возьмет билеты в пачку? В США менее чем через сутки объявят победителя самой крупной лотереи. На кону колоссальная сумма почти 800 миллионов долларов. Цифра растет с каждой минуты, ведь желающих сорвать куш все больше. Ажиотаж невероятной очереди за билетами во всех пунктах продаж. Не удержалась и наша субкор Жанна Агалакова. Такого джекпота в мировой истории лотереи еще не бывало. С ноября прошлого года не выигрывал никто и призовые росли как снежный ком. Ожидается, что к вечеру субботы, когда состоится розыгрыш, в Москве уже будет утро воскресенья, призовой фонд достигнет 800 миллионов долларов. Просто покупаю и все. А выиграю или нет, видно будет. Я купил 23 билета. Не знаю, что буду делать. Хороший отпуск себе позволю. Поеду туда-сюда, дом отремонтирую. Наверное, брошу работу. Вот с этого начну. По статистике, большинство счастливчиков как раз начинают с того, что увольняются с работы. Правда, по статистике же, у половины деньги заканчиваются уже лет через пять. И они снова оказываются там же, с чего начинали. Только без заработка. В этом магазинчике в течение десятилетия покупали счастливые билеты. На табло годы и суммы. Правда, в тысячи миллионы раз меньше, чем та, что стоит на кону. И все надеются, что вот сейчас здесь повезет по-крупному. Буду бросать деньги из окна и смотреть, как народ давится. О, Господи, да с такой суммой столько всего можно придумать. Куплю большой мотоцикл и прокачусь по стране. А в маленьком городке в штате Нью-Хэмпшир люди сбрасываются, кто сколько сможет, чтоб, если повезет, разделить выигрыш на всех. Я никогда не участвовала ни в каких лотереях. А тут, ну как в стране остаться? Розыгрыш проводится в 44 штатах. Невада – исключение. Говорят, что даже казино знаменитого Лас-Вегаса, а он в Неваде, опустили. Все рванули к соседям за билетами. На границе США с Канадой и Мексикой – столпотворение. Люди часами стоят в очереди, все мечтают стать богатыми в одночасье. С таким выигрышем мы можем купить дом на Гавайях, дом во Флориде, еще один в Аризоне, ну и на Канадских озерах. Если я выиграю, то получу в американских долларах. Надо платить налоги, то, сё. В итоге процентов 50 останется. А если бы в розыгрыше был в Канаде, то получил бы целиком. После вычета налогов от 800-миллионного выигрыша действительно останется почти половина. 428 с половиной миллионов. Это если брать, что называется, не отходя от кассы. Но если растянуть на 29 лет, то можно получить всю сумму целиком. Дотошное уже подсчитали. Ее хватило бы, чтобы купить в Нью-Йорке 32 пентхауса класса люкс, профинансировать съемки очередной серии «Звездных войн», а на сдачу приобрести 95 билетов до Марса и обратно. Эта лихорадка оказалась настолько заразительной, что я тоже купила билет. Хотя прекрасно понимаю, шанс выиграть 1 к 292 миллионам. Это даже меньше, чем если бы прямо сейчас здесь меня бы поразил удар молнии. А возможность проиграть практически стопроцентная. Но ведь мечтать не вредно. Жанна Агалакова, Анна Шаргатова, Борис Леонов. Первый канал. США.